В Омск после продолжительного отсутствия вернулась тяжелоатлетка Ольга Тё. Ранним утром в аэропорту победительницу первенства Европы встречала группа поддержки Сибгувка во главе с родителями Сергеем и Светланой Тём. Ольга спортивная горлость страны, всего Сибгувка и семьи! Еще в марте этого года представительница областного центра спортивной подготовки отправилась на сборы, прошла череду квалификационных соревнований и отобралась на важные старты в своей спортивной карьере. Конечно, отсутствие дома это очень тяжело сказывается на мне, потому что такой долгий период и это очень тяжело переносится. Но я знала, к чему шла, какая у меня цель стояла и на первенстве в Европе я эту цель выполнила. Ощущения были мне передаваемые на соревнованиях, но я собралась, собрала все силы, которые были. Не зря же я к этим соревнованиям так долго шла и показала все, на что я могла, была способна. С 20 по 27 октября на первенстве Европе в Польше Ольга Тё выступала в весовой категории до 58 килограммов. С большим отрывом от ближайшей преследовательницы из Белоруссии омская спортсменка по сумме двух упражнений подняла 208 килограммов и заняла высшую ступень педестала. А спустя две недели Ольга представляла свою страну уже на взрослом чемпионате мира в Туркмении. 14 место среди сильнейших тяжелоатлеток планеты для 22-летней спортсменки достойный результат. Гордость просто переполняет, потому что слишком большая цена. Очень тяжелый труд это быть на уровне сборной команды и показывать такие результаты. То есть достижения на сегодняшний день у Ольги в тяжелоатлетическом спорте самые высокие в регионе. Ольга неударила в грязь лицом, как говорят, да и состоялась как спортсменка, хорошая спортсменка большого спорта. Мы рады за дочь, мы рады за её успехи, мы её поддерживаем психически, морально. Ну и любимая солянка и торт муравейник ждут её дома сейчас. Сейчас главная задача студентки второго курса СИПГУФКО Ольги Тё – учёба и восстановление после соревнований. А затем новые состязания и новые победы.